уважаемые подписчики зрители моего канала всем добрый день всем тем кто кушать приятного аппетита сегодня у нас toyota rav4 сегодня мы будем на ней менять сайлентблок плавающий на заднем подвеска который прессуется в цапку вышли из строя сейчас вам все покажу расскажу и наглядно покажу как сделать наша новинка пневмо домкрат готова обалденная штука гайковерт от мистера хаммердингера ссылочка в описании все классно в первую очередь нам надо подпереть наш рычаг домкратом чтобы пружина не выстрелила конечно это не панацея но немножко поднабьем на украсть пойдет нам понадобится торцевой ключ на 17 чтобы открутить плавающий стальный блок теперь нам надо ключик взять который у нас просто возьмет и подковырнет болтик готово потихоньку помаленьку отпускаем нам кстати еще надо сейчас линку открутить от корпуса нам понадобится торцевой ключ на 14 удлиненный теперь отпускаем здесь у нас домкрат потихонечку берем и рычаг тоже подсказываем аккуратненько боимся потому что может выстрелить взял монтажку чтобы попрочнее можно было вот все потихоньку опускаем тебя нагрузка сейчас у вас идет на наш этот набрат все освободилось теперь нам надо снять отсюда крепление амортизатора она нам помешает просто прессовать и выпрессовывать вот он стоит сейчас мы откручиваем амортизатор и тут два болта для этого нам понадобится торцевой ключ на 17 пирожково накидной на 17 чтобы держать гайку готово теперь еще два болта у нас на самом крепление все крепление мы убираем оно нам не мешается и теперь у нас есть полный доступ чтобы выпрессовать цельный блок плавающий теперь хорошо слышно как он болтается помимо того что он люфтит он еще у нас и брякает ну все готовим станцию гидропневмостанцию и наш выпрессовщик так все что нам надо сделать нам надо настроить нашу гидропневмостанцию вот этот у нас оправка она для того чтобы выдавить но она у нас не влазит из-за пыльника поэтому пыльник надо сковырнуть ставим оправку для выпрессовки ставим направку куда выпрессовывать с этой стороны и настраиваем гидропневмостанцию ну как гидропневмостанцию настраиваем аппарат для выпрессовки так вставляем шпильку наживляем гайку нам надо насквозь потому что резьба в этой гайке она в самой гайке или нет здесь ставим мы тут вот такую оправку она у нас прорезью могу даже размеры сказать 60 и 62 наружный 52 внутренней ставим с этой стороны одеваем нашу оправку с прорезью чтоб видно было как сайлентблок нас пойдет и вставляем гидропневмостанцию цилиндра вообще сам сквозной на цилиндр нам понадобится гайка и можно воспользоваться домкратом чтобы не держать всю эту конструкцию тяжеленную в руках мы подставляли домкратик теперь надо еще раз все просмотреть еще раз все поднастроить настроили там владимир алексеевич у нас на гидропневмостанции управляет кнопочку нажимает а мы здесь смотрим 5 сек и готова вынимаем всю нашу конструкцию вот наш старый плавающийся либок болтается люфт у него большой что заржавела так теперь нам надо здесь очистить щеточка по металлу посадки которая могла подзаржаветь и врач на выгодилась так теперь нам надо будет больше места немножко мы здесь потихонечку опускаем рычаг и вынимаем пружину потому что может шлепнуть по пальцам как было в прошлый раз все здесь мы можем линку подпереть и рычаг у нас не будет закрываться все вот так будет все хорошо у нас на протереть тряпочкой все потроха и устанавливаем вот он наш соленблок его название фирма массу у нас будет здесь есть открывашечка у нас прорезь открываем и выкидываем вываливаем наш соленблок вот он мы все померили он все полностью подходит все хорошо теперь чтобы его запрессовать нам надо смазать одну из резиночек пастой монтажный и вот такую прессовалку втулочку которая у нас будет запрессовывать теперь аккуратненько сюда одеваем и она у нас ровно западли за подлицо запрессуется здесь у нас ставьте за маниха отсюда а центровочная плоскость там вставляем отсюда нашу соленблок вставляем с этой стороны у нас шайбу которую будет упираться все потом вставляем еще одну шайбу и держим все одной рукой и втыкаем шпильку сзади здесь опять гайку накручиваем теперь нам надо засунуть наш цилиндр поставляем домкрат практически все так теперь нам надо все настроить чтобы оно было соосно иначе не пойдет вот здесь маленечко плоткость неровно и после того как мы поджали ее она у нас уже не хочет ровно стоять приходится подбивать все можно и отсюда снимать пробуем прессовать потихоньку все вот так которое мы мазали штучка-дрючка здесь все четко за под лицо и здесь снаружи и здесь все соленблок заменит собираем все обратно отправляем пружину поправили сверху поправили готово теперь нам нужно домкрат загоняем на место сейнблок сильно загонять нельзя потому что может отрезать эти клиники поэтому смотрим что делаем вот теперь все где-то у меня болт здесь смазанный есть резьба пройдена с рядовым намазом так теперь нам ключом на 17 отрегулировать его и воткнуть уберем ключ вставляем и в ту сторону которую нам надо на повернуть и заломить так говорится чтобы соленблок встал на свое место и бог пошел куда надо вот так это у нас соленблок плавающим проворачивается его можно сразу подтянуть а потом натянем динаматическим ключом все опускаем наш полностью домкрат не опускаем по одной простой причине потому что нам надо еще прикрутить крепление амортизатора амортизатора теперь можно заняться линкой вот он это касается сейчас все пробуем потому что после дождя загнали что все было смажем и будем одевать отчистили продули с маслом с маской смазали здесь у нас уже в полных их нету здесь резинка выполнена конусом она конусами сюда встает то есть центруется само по себе все потом протянем так здесь снизу все закончили ставим колесико опускаем устанавливаем колесо здесь надо быть осторожнее потому что гайки с направляющими могут закусить опускаем наш пневмо домкрат для спуска пневмо домкратно не требуется шланг просто открываем кран вообще надо открывать этот а можно и этот здесь мы уже слегка модернизировали сняли родную шайбу прикрутили просто болт и сделали вот такую во первых она выше лучше проще и у нее больше ход на резине динамометрический ключ 112 нитон поэтому на вторую сторону его стабилизировать подвески 100 нитон здесь затягиваем у нас болт прокручивается а гайка привыкла и здесь у нас болта вортизатора еще остается там еще два болта крепления вортизатора возьмем удлинитель и короткий ключ они у нас будут длиться чуть-чуть как раз то что надо теперь нам надо посмотреть они вот здесь она у нас свернута ее надо будет вернуть назад она ровно было по оси стабилизатора теперь после затяжки мы можем плечом на 14 аккуратненько взять и провернуть ее так как положено чтобы угол был 90 градусов всех плоскостях и 2 также на этом наше видео по ремонту тойота раз 4 заканчивается заменили плавающие сами блоки хозяина мы отправим на техна на вход развал что все идеально точно было всем спасибо за просмотр всего доброго до свидания подписывайтесь на канал ставьте лайки переходите по ссылкам до новых встреч и новых видео до новых встреч